Зеленая экономика, экологическая безопасность и сохранение окружающей среды – это главная задача всего человечества. Сокращая вредные выбросы промышленных производств и энергетических установок, мы сохраняем планету для нас и наших детей. Одно из направлений деятельности Института Катали за имени Боресского Сибирского отделения Российской Академии Наук – это разработка каталитических технологий для решения природоохранных задач. Наши разработки относятся к сфере экологии и решения природоохранных задач. Это новые высокоэффективные каталитические технологии, которые отличаются высокой эффективностью удаления различных вредных примесей. В первую очередь из воздуха, то есть мы фокусируемся на решении задач охраны атмосферного воздуха. Мы хорошо умеем удалять различные органические соединения, кроме того и некоторые другие вредные загрязнители. И для этого мы разработали новое поколение катализаторов, которые по сей день не имеют аналогов мировой практики – это стеклотканный катализатор. Это высокоэффективные, очень стабильные катализаторы, достаточно недорогие. Из них мы умеем делать структуры, которые с технологической точки зрения отличаются рядом очень важных преимуществ. И в конечном итоге это позволяет нам делать компактные, высокопроизводительные устройства, недорогие, и разрабатывать технологии очистки газов с низкими энергозатратами, что тоже очень важно. Возможны области применения, если уже говорить о какой-то конкретике. Но в первую очередь это очистка газа в промышленности, причем в самых разных отраслях. Это может быть и химия, и нефтехимия, но это может быть и машиностроение, вообще все, что связано с покраской, лакированием. То есть везде, где мы имеем такие вентиляционные выбросы, содержащие органические растворители. Это может быть утилизация различных отходов, это может быть экологически чистая энергетика. Вот в частности мы разработали устройство для экологически чистого сжигания жидких топлив и газообразных топлив. Суть здесь в том, что мы умеем сжигать топливо и производить горячий воздух без образования токсичных примесей, оксидов азота, углеводородов, СО и так далее, сажи. Соответственно, вот такие устройства могут найти применение в различных целях отопления, например, в сельском хозяйстве, для теплиц. То есть различных комплексов животноводческих и так далее. Важное достоинство вот этих систем заключается в том, что они не только нагревают воздух, но и тот воздух, который через них проходит, он полностью очищается от любых органических соединений. То есть мы можем решать еще проблему борьбы с запахами, уничтожение различных токсичных примесей. И что вот на сегодня, наверное, интересно и актуально, мы, помимо всего прочего, можем еще и обеспечивать дезинфекцию воздуха в таких помещениях. Вот эта разработка включает в себя вообще полный цикл научных и технологических исследований от фундаментальной науки, от исследований катализатора, до, в том числе, фундаментальных исследований процессов тепломассообмена в таких слоях и так далее. То есть это очень серьезный цикл. И вплоть до уже инженерных решений и реальных аппаратов. И у нас, в частности, есть реально работающие промышленные аппараты, которые, например, очень хорошо работает реактор на Нижнекамском нефтехимическом комбинате по очистке отходящих газов. И у нас действует 6 промышленных аппаратов в системах аварийного энергообеспечения, тоже по очистке выхлопных газов в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова